Работы по подготовке стадиона Тульского Арсенала к матчам Лиги Европы практически завершены. Готовы ли команда к новому сезону, болельщики пришли узнать на встречу с руководством, тренерским штабом и игроками оружейников. На трибуне мама Михаила Левашова этому болельщики рады. Голкипер остается в Арсенале, несмотря на слухи о Спартаке и Зените. Первая была заметка про Зенит, потом про Спартак, потом по-моему даже в ЦСКА покупали и еще какой-то был клуб, поэтому новости в виде такой карт-колоды были, поэтому мы спрашиваем, Миша, нас и здесь неплохо ходят. Болельщиков, конечно, интересуют трансферы в клубе, подтверждают. Резуан Мирзов может вернуться в Арсенал. Что касается Мирзова, когда мы ведем переговоры с Ростовом, в принципе, в какой стадии, мы посмотрим, как все будет развиваться. Арсенал уже пополнил ряд игроков, обращая на себя внимание трансфер румынского нападающего Александру Тудориан. Форвард готовится заменить Луку Джорджевича, о возвращении которого болельщики, кстати, все еще мечтают. Начинает осваиваться Кинг Кангва. Он пока держится старшего брата Эванса и защитника Бакари Кане. Сидит у второго на коленях. Не хватило места. На скамейке Виктор Альварес, он все-таки остается в Арсенале. Переговоры с испанцем шли довольно долго. Были определенные шаги и с моей стороны, и со стороны клуба. Мне оказали большое доверие, и я решил остаться. Не думаю о том, что контракт на год, и не хотелось бы говорить о возвращении в Испанию. Здесь и сейчас я здесь с командой. Официально задачи на сезон Арсеналу не ставили, но Игорь Черевченко внушил болельщикам оптимизм, сказав, что клуб рассчитывает занять место выше, чем в прошлом году. Звучали слова и про игру с лондонским Арсеналом в групповом этапе Лиги Европы. В пятницу же канонеры открывают новый сезон российской премьер-лиги игрой с московским «Динамо». Юрий Зайцев, Артем Редин. Тульские новости.